Привет, красотка! Это видео про мои вторые роды. 11 июля на свет появилась маленькая кнопочка мира. Я с радостью поделюсь историей ее рождения, кадрами с того дня. И это видео в довольно необычном формате лично для меня, потому что сегодня 10 день после родов. Я снимаю вот эту статичную картинку, где я буду уже комментировать то, как все происходило. Но также будут вставки, как а-ля влог с того дня, потому что снимали мы очень много. И также приглашали видеографа народа, чему я очень рада, потому что у нас очень-очень много кадров. И самое ценное, что многое я из этого уже не помню. Действительно, там все стирается просто. И очень здорово, что можно пересмотреть и возобновить воспоминания. И начнется мой рассказ с утренней прогулки в 4 утра по парку. Если мое приложение по схваткам показывает все верно, то у меня есть 10 минут, чтобы записать этот кусочек. Все началось 9 июля. Когда я проснулась утром, пошла в туалет и увидела странное выделение. Сейчас будет интим. Но мне кажется, если вы открываете видео про роды, вы это понимаете. В общем, выделения не прозрачные, не светлые, а такие коричневатые. И первое, что я подумала, типа, что такое вообще, я сразу проснулась в одну секунду. Но потом я вспомнила, что пробка может отходить как раз таки с такими выделениями, с таким цветом. И как раз консистенция напоминала. Пробка по консистенции походит на сопли. Это лучшее, наверное, описание. Но я все равно на всякий случай сразу позвонила врачу. Сразу ей об этом сказала. У нас на следующий день так или иначе стояла КТГ. То есть мне надо было приехать, было бы в роддом. И она говорит, скорее всего, это просто шеечное выделение, шейка готовится. Но сказала, если хочешь, приезжай, посмотрим и запишем КТГ. Я приехала, КТГ отличная, меня посмотрели. Все хорошо. Это действительно шейка, это действительно отходит пробка. То, что пробка отходит, это вообще базовая история. То есть это ни о чем не говорит. Это не говорит о том, что вы будете рожать завтра, через три дня, сейчас. Она может отойти, и ты еще две недели будешь спокойно ходить. Она может постоянно немножечко доотходить. И вот такие выделения будут. То есть это ничего не значит. Но она посмотрела у меня на кресле и сказала, что малышка очень-очень низко. И что шейка уже зреет и созревает. Ну, то есть это вопрос вот нескольких дней. И, собственно, вчера было 10 число. У меня периодически были схватки. Но они не были регулярными. И они не переходили, не перерастали ни во что осмысленное. Ни во что явное. Денис там уже ходил. Такой, ну что, давай собираться. Ну что, давай вот это. Я схожу сюда, я возьму вот это. Ну, то есть у нас так-то сумки собраны. Но он уже думал, что мы поедем вот-вот. Я говорю, расслабься. Мы поедем, когда я буду 100% уверена, что это оно. И когда я уже не смогу так вот спокойно такая отвлекаться. Там я могла, знаете, на полчаса, на 40 минут там отвлечься на ебу, что-то еще. Ну, то есть это вообще другое состояние. И вот так и произошло. Собственно, всю ночь я спокойно спала. Периодически были у меня схватки. И вот с 4 утра 40 минут начались более-менее понятные какие-то регулярные. Я, кстати, вчера еще не зная и еще до схваток вчера утром решила сделать кудряхи. Подумала, вдруг я ночью пойду рожать. Я буду ходить с кудряшками. Мне уже не хотелось ни дома лежать, ни ждать там, пока все проснутся. Тем более, что я знаю, что сегодня у нас будет 37 градусов жары днем. Если сегодня малышка решит появиться на свет, это будет просто самый жаркий, самый такой, знаете, солнечный день, мне кажется, в году. Потому что у нас уже с послезавтрашнего дня резко там 20 день. То есть для Екатеринбурга 37. Это как бы чатканье. Нетипично. А завтра у Дениса день рождения. Это очень интересно. Как все будет? Чем закончится сегодняшний день? Я, собственно, поэтому в 5 утра пошла гулять, потому что погода потрясающая. Вот сейчас 22 градуса. Это идеально. Вот схваточка надо ставить. На самом деле в тот момент я была уверена, что это снова тренировочные схватки. С одной стороны, я, конечно, уже очень хотела родить. Плюс мы приближались ко дню рождения Дениса. 12 июля. Как бы. И было бы очень классно, если бы мы закончили этот день в роддоме. 11 июля. У меня, кстати, было вообще две даты ПДР. Одна по месячным, а вторая по скринингу первого триместра. И считается, что по скринингу более точно. И как раз таки по скринингу у меня стояла ПДР на 11 июля. Прикиньте. Я этого вообще увидела в моей обменной карте только на 8 месяце беременности. Всю беременность я ориентировалась на 9 число. 9 июля. Это как раз таки ПДР по моим месячным. Так что это забавно. Получается, малышка родилась как раз таки в тот самый ПДР. А это 5% детей, которые рождаются ровно день в день. На самом деле я очень рада, что я была настроена так, как будто это не роды. Вообще, это такая рекомендация от еще до Улы с первой моей беременности. Чтобы лишний раз не разочаровываться, потому что очень часто женщины уже ждут этого момента, когда роды. И могут приехать в роддом на тренировочных схватках. Их там оставят. И как будто будет ощущение, что уже раз я тут, я уже должна рожать сейчас. Хотя только малыш, конечно, знает, когда ему появится на свет. И от этого излишнего ожидания, пребывания в целом роддоме дольше, чем нужно, начинаются новые какие-то страхи. А может быть, лучше давайте мы как-то простимулируем. А почему само не начинается? Хотя роды в нормальном ключе спокойно могут начаться до 42 недели. Поэтому я помню вот этот настрой от моей до Улы. Думай до последнего, что это не роды. Роды ты точно не пропустишь. То есть, когда начнется уже такой этап схваток, что все понятно, ты просто берешь сумку в роддом. Когда я вернулась из парка, у Дениса уже была сильная уверенность, что это оно. Но я такая, ну посмотрим, посмотрим, как будет идти дальше. Я уже тогда начала слушать аудиогипнотические медитации. Это записи, которые у меня остались после обучения на гипнороды. Рекомендация от всей души абсолютно всем. Я имею в виду пройти это обучение. Потому что этот навык переключения внимания с острых ощущений на дыхание и на проживание. И на том, что ты идешь навстречу этим ощущениям. Очень важно навык это тренировать. Очень важно этим навыком обладать в родах. И не сбиваться на суету мозга. На этапе моих домашних схваток мне помогали фитбол и дыхание. Крашусь в роды. Между схватками. Походу, это оно. Значит, скоро встреча. Так. Удивительно. Волнительно. Вот хожу посмотреть, живы ли рыбки. Потому что они в новых аквариумах два эпоха себя чувствуют. Но я вообще все измерил. Нитриты, нитраты, аммиаки. Жесткость, кислотность. Они ночью пережили. Радостные плавают. Но тут я замечаю. А вот еще такие маленькие штучки. Она беременная, кажется, была. Капец. Ты понимаешь? Вчера купили беременную. Мне даже не сказали. Сказали, она мало. Да, я просто. У нее, наверное, первые роды, и они мало рожают. Это же будет кусочек для влога. Ты понимаешь, насколько это символично? Он там сейчас у провода вот один спрятался. А, вижу, да. Ну, их родители съедают вообще. Поэтому, кстати, я заранее купил этого роголистника. Смотри. Это роголистник, это растение. Они там хорошо прячутся. Маленькие, прикинь. Я еще купил драконов в камень. Там тоже все в этих дырочках. Вон их много. Раз, два, три. Много прям, ты видишь? Я четыре вижу. Где? Вон там. О, боже. Это что за это? Благословение какое-то. Вообще. Сейчас тоже поедем рожать. Смотри, они как раз в роголистнике здесь и тусуются, чтобы родители не съели. Ты думаешь, у них запрограммировано, да? Я специально туда много купил. Это кайф. Вот ел-то обрадуется. Ага. Представляешь, мама уехала рожать. Еще и рыбки родили. Круто. Такой счастливый. Такой, я там сижу на мече. Он такой, ты можешь идти? У меня сегодня не один ребенок будет. А много. Сразу отвечу на вопрос, какое дыхание мне помогало. В йоге это дыхание называется уджай. Дыхание, которое несет победу. Переводится на санскрит. Это очень простое дыхание, на самом деле. Сопящий вдох, шипящий выдох. То есть, когда ты настолько концентрируешься на своем дыхании, в момент особенно острых ощущений, и выдох отправляешь в область боли. То есть, по сути, это сокращение матки. Каждый раз эта мышца сокращается. Я не скажу, что это похоже на боль. Потому что боль, вот, не знаю, когда ты порезал палец, вот она не проходит, она острая такая. А здесь это каждый раз нарастающее ощущение. И ты очень хорошо и качественно можешь снизить уровень этих ощущений, если правильно на них реагировать. Как раз таки это дыхание, оно очень расслабляет в целомерную систему. Способствует такому, знаете, антистрессовому состоянию. Кстати, для меня был такой инсайт именно во вторых родах, что можно проживать схватки эффективно, а можно проживать их неэффективно. И с Евой, если честно, я такими понятиями вообще не оперировала. Я просто думала, что вот если ты прожил схватку, вот ты молодец, ты как-то приблизился уже в целом к встрече. Но нет, прожить эффективно схватку, это означает пойти в это ощущение прямо навстречу. То есть не побояться раскрыться в нем. Это значит, что ты помог малышу пройти чуть-чуть ниже, чуть-чуть дальше, а не просто пережить схватку. Потому что можно как бы зажаться, как-то ее пережить, но она пройдет неэффективно. И так матка будет сокращаться бесконечное количество раз, пока вообще не устанет. И не начнется, например, слабость родовой деятельности, что очень часто происходит, когда просто мышца, матка эта мышца, она устает. И поэтому чем эффективнее ты проживаешь схватку, тем ближе ваша встреча и тем короче вообще этот весь процесс. Уже на этапе домашних схваток я позвала Дениса проживать их, то есть в плане помогать. В целом ничего не изменилось у меня чисто физиологически, потому что я не знала, как в эти роды мне будет, какая помощь нужна. Но мне точно так же помогало и очень сильно облегчало ощущение процентов на 65, на 70, я не знаю. То, когда Денис с двух сторон, в бедрах, в пояснице, по-разному, мне собирал будто таз обратно. Как мне сказала, кстати, гинеколог моя, очень нечасто у женщины схватки отдают в поясницу. То есть вот эти ощущения очень часто у женщины просто проживаются тонусом живота. То есть вот это вот скопление напряжения, оно происходит исключительно в животе. У меня в обоих случаях, в обоих родах эти ощущения отдавались очень сильно в поясницу и как будто у меня, знаете, позвоночник разъезжается в разные стороны. Кстати, у моей мамы примерно такие же были ощущения на родах со мной и с моей сестрой. И, возможно, это действительно какая-то генетическая наследственная составляющая. Но я очень рада, что у нас была такая техника в родах, потому что, например, забегая вперед на большом раскрытии, без этой помощи со стороны Дениса мне было бы очень-очень тяжко. В общем-то, я звоню своему врачу, докладываю обстановку, говорю, что вот схватки продолжаются с периодичностью уже такой нормальной. Не просто, типа там на полчаса я могу отвлечься куда-то. Раз в 7 минут, некоторые даже были раз в 6-5 минут. Меня просто смущало то, что я еще в адекватном состоянии. Это означало, что, в принципе, раскрытие не сильно большое, даже если оно есть, или вообще, что это просто тренировочные схватки. Но так как мы очень близко живем к роддому, я подумала, а почему мы просто реально не съездить? Нас никто не обязывает там оставаться. Я могу вернуться домой, продолжить делать свои дела. Если это тренировочные схватки, то они просто закончатся. Если это настоящие роды, то нам тоже станет картинка понятна. В общем, мы подсобрали вещи, которые нужно было собрать именно день в день. И поехали. У нас пока раз где-то в 5-6, да, минут? Как раз... Ну да, пошли. Между схватками. Между волнами? Между волнами. Я тоже говорю схватки все время на самом деле, потому что так понятнее, видимо, уже. Между маточными волнами? Так? Я пока не верю на 100%. Красавица. Все хорошо. Пупся. А вот схватка начинается. Да не, не. Я так на бочочке. Прям такой контраст, правда, когда вот спадает она. Такое сжатие и в то раз сжатие, да? Да. Это вся схватка такая? То есть не несколько раз? Не, не, не. Всегда это одна волна, где есть пик посередине, который самый такой мощный. И спад. Приятно в этом плане. Ты такой знаешь, что сейчас она просто пройдет. И опять твое состояние полностью сбалансируется. Ты думаешь, сколько раскрытия? Я думаю... А сколько максимальное? 10. Но это... Я бы сейчас так не разговаривала, если бы у меня было бы выше 5. Я думаю, уже 4,5. 4, думаешь? 4,5. Ну, это был бы лучший исход, мне кажется. Я за лучший исход. У меня здесь наготове подушка. И на всякий случай я сижу на пеленке, чтобы, если отойдут воды... Да, у меня была в машине одна схватка, в лифте одна схватка. Ну, то есть довольно-таки уже активно шел процесс. И даже пока я шла до кабинета, тоже была одна схватка. Денис парковался. И поэтому я зашла одна. Она сразу же почувствовала разницу ощущений, когда Денис помогал и когда Денис не помогал. И вот я захожу к своему врачу в кабинет. Она смотрит мне раскрытие и говорит... Сашенька, ты активно рожаешь. 4 сантиметра раскрытия. Я такая... Кайф! Супер! Это уже было 2 часа дня. То есть в 2 часа я поступила в родовую палату. У меня немного интенсивность схваток подубавилась. Но это нормально, как мне сказала врач. Как раз из-за того, что вот этот момент врачи... То есть дома я погрузилась в себя, закрыла шторы-блокаут, слушала гипнороды. Приехала туда, там тоже начались какие-то вопросы, что-то еще. Но уже я была на такой фазе, что остановить этот процесс, вообще остановить, очень сложно. Тут шли, да, с 9 утра уже. А вот последний час-полтора, там через 5 минут уже что-то? Потому что дорожали до активных фаз, то есть это открытие, это хорошее. И так схватки стали учащаться, стали сильнее, конечно, это логично. Да. Ну здесь немножко замедлилось, но это понятно. Здесь не надо приедать. Утро так же? Это нормально, ничего страшного нет. То есть все, может схватки, они могут иногда там, во-первых, на какие-то перемены, там они немножко, потом снова раз выравниваются, снова и все, хорошо. Все. Нажайте. Если другая Вичка отойдет или станет, то тоже вы позовете. Да, понятно. И она сейчас уже там приехала. Хорошо. Решенка такая. Нам принесли обед. Вот такое ощущение, что реально в ночи идем. Очень темно. Денис поставил свечкой. Раз. Два. Где еще? Три. На пол чисто вызываем, как будто духа какого-то. И там у нас столик. Я снова надела наушники. В целом у меня весь персонал знал, что я хочу максимально сама родить, чтобы меня просто поменьше трогали. Если что, я позову. Мы, получается, брали своего врача и свою акушерку. Я заранее с ними познакомилась. Я заранее им задала все вопросы. Ну, как познакомилась с врачом. Вообще-то она вела всю мою беременность. Это я говорю к тому, что меня в целом уже тогда не дергали, не трогали. Мне поставили КТГ пописать. Все там было хорошо. КТГ можно писать как лежа, так и стоя. Чаще всего разрешают. На фитболе, например. Потому что лежа, схватки проживают намного болезненнее. У всех по-разному. Но вот в моем случае точно. Да и на фитболе, если честно, на том раскрытии мне уже было не очень комфортно. Мы немного пописали КТГ, увидели, что все хорошо. Что произошло за эти два часа? Произошло все. Произошло максимальное раскрытие за два часа. Я просто надела наушники. Почему я говорю, например, важно пройти это обучение во время беременности, а не просто, знаете, вот эти вот аудиозаписи где-то скачать и их взять на роды. А потому что это навык. И если вы ни разу не тренировали и не пробовали погружаться в себя, в свои ощущения, в свое дыхание, слушать этот голос и сразу же автоматически настраиваться на волну спокойствия, расслабления в родах, это может не так сработать. Может вообще не сработать. То есть вам это нужно. Это просто, я не знаю, навык, как вот учиться ручкой писать. И если мозг натренирован, если уже эти нейронные связи выстроены, и это довольно легко, быстро происходит, это переключение, да, когда тебя только что еще отвлекали, что-то там спрашивали, какой-то КТГ, вот здесь обед, и ты просто надеваешь наушники, и ты попадаешь в свой мир. Конечно, мне еще йога в этом плане очень помогла, потому что, по сути, йога это вот именно про это единение с самим собой, отключение от фактора каких-то напрягающих ощущений и направлять дыхание туда осознанно, куда тебе надо. То есть я просто уже Дениса вот так вот звала, чисто жестами общения. Когда начиналась схватка, он просто на меня реагировал, вставал, помогал, потом я просто его отпускала. Либо если мне хотелось между схватками немножечко помассировать просто поясницу, что-то поделать, где-то повисеть, я ему это сообщала, но его я особо не слышала. То есть он что-то мог говорить, я сквозь наушники слышу. Субтитры создавал DimaTorzok Мы, кстати, расставили все для нашей атмосферы. Вы спрашивали и видела такой вопрос, пригодились ли вот эти электрические свечки. Если вы не понимаете сейчас, о чем речь, то посмотрите видео про сумки в роддом. Я собираю сумки в роддом. Мне очень многие в комментариях там писали, что вообще, как, ты куда собираешься? Типа мои сумки в роддом выглядят вообще по-другому. Я действительно собиралась в роддом как на праздник. Я была в своем красивом платье. Денис везде расставил свечи. Я подготовила эфирные масла. Мы помыли черешню, положили шоколадки. В общем, была атмосфера праздника, была атмосфера прискушения, встречи. Нам, кстати, на курсе гипнородов рекомендовали создать список окситоциновых дел. Это какие-то дела, которые принесут вам радость, а значит, выброс окситоцина. А окситоцин очень важен на родах. И вот этот список, когда начнутся схватки, начать выполнять. То есть, можно посмотреть какой-то комедийный фильм, который вас рассмешит. Можно пообниматься с мужем, это тоже там окситоцина добавит. Что-то для себя сделать, в общем, что-то приятное. Поесть шоколадку, что-то выпить вкусненькое. Те же запахи эфирных масел. Это тоже добавляет радости. Вот мне хотелось все роды нюхать апельсин. Апельсин это самое такое, знаете, масло радости, бодрости, энергии. В этот момент, кстати, приехал видеограф, и она подсняла какие-то процессы. Субтитры сделал DimaTorzok Первый раз стоишь на колено, когда делаешь предложение. А второй раз, когда делаешь облегчение схваток. У нее стояла на этот день выписка. То есть съемка выписки в этом же роддоме. И она говорит, ребята, я буквально на час уйду. Я говорю, да, конечно, за час вряд ли что-то произойдет. Типа ничего не пропустишь. И, собственно, вот за полтора часа произошло максимальное раскрытие, что меня уже начало подташнивать. Когда женщину подташнивают, это говорит о раскрытии шейки матки. То есть это нормальный фактор. Может даже вырвать несколько раз спокойно. У меня это было, получается, на максимальном раскрытии. Я уже в этот момент никого не ощущала, не слышала, не замечала. Я была исключительно в своих ощущениях. При том, что я ходила. За все роды я не ложилась ни разу, мне не хотелось. Либо сидела, либо проживала схватки на колено-локтевой позе, либо просто вытягивалась в уголок такой. Когда меня начало подташнивать, я попросила Дениса позвать акушерку. И в целом по тому, как я проживаю схватки, они начали понимать, что меня подтуживает, что, скорее всего, максимальное раскрытие. Врач предложила меня посмотреть. Я такая, давайте, без проблем. То есть я уже, знаете, на выдохе начала издавать такие голосовые звучания. Мне хотелось не просто выдыхать, а выдыхать пропевая. В этот момент мне смотрится раскрытие. Раскрытие действительно максимальное. Я такая, нифига, очень неожиданно. Я потеряла период времени. Оказывается, было всего лишь 4 часа дня. То есть вот за эти полтора часа произошло все. И первое, о чем я подумала, я говорю, а видеограф это позовете, нет, или она вообще не успеет? И вот мы приближаемся к самому интересному, к потугам. Я заранее проговаривала с врачами, что я могу выбрать любую позу для любого периода родов. То есть и для схваток, и для потуг. И с Евой мне очень понравилось рожать вертикально. Это фактически, когда ты стоишь на корточках, прямо на кушетке, и держишься за спинку кушетки, которая поднимается вертикально. И акушерка уже находится как бы позади тебя. На вертикальных родах ты особо не тужишься, ты скорее просто дышишь. И есть небольшой риск при вертикальных родах. Ну так, есть много мнений об этом. Может быть, что это влияет, может быть, что не влияет. Что риск разрывов выше, больше. Потому что в нужный момент, когда как раз происходит то самое огненное кольцо, где головка малыша встает в промежность, это чаще всего самые яркие ощущения. Акушерка не может поддержать промежность. Она не может это контролировать, потому что происходит все это вертикально. По итогу мне было неудобно на корточках. Да, да, можно прямо сюда заползти и висеть вот на этой штуке. Вот как. Невозможно. Это предугадать. То есть, вот как ты не настроился, как бы ты не хотел в моменте, что ты сделаешь, если твоему телу идет нехорошо. И, конечно, я просто попробовала и поняла, что нет. У меня ощущения были намного более неприятные, нежели когда я развернулась спиной, как бы легла на изголовье. И просто мою кушетку тоже подняли максимально вертикально, чтобы мое положение было не лежа, то есть, типа я лежа полностью рожаю, а вот как-то так. И ноги при этом упираются в такие специальные штуки. Ты можешь держаться здесь за поручни. И то есть, по сути, положение тоже вертикальное, но не такое вертикальное, как у меня было с Евой. Но мне было в этот раз в нем лучше. И, кстати, до самых потуг больше всего мне помогал реально именно Денис. Помню один раз, когда Денис что-то ставил на место, что-то он там делал, и я попросила врача мне так вот поджимать. Я вообще ничего не почувствовала, вот что она делает. То есть, она какой-то, типа, массажик начала делать, как-то начала помогать. Я говорю, не-не-не, давайте-ка мужа. У нас уже наработанная схема. Поэтому, действительно, Денис, вот это тот случай, когда мы, реально, можем сказать, мы вместе рожали. Ну и, конечно, в любой момент подать воды, чай, черешню, побрызгать меня термальной водой. Это очень, конечно, ценная помощь. Я даже не представляю, как можно по-другому, если честно. Ну, за комментариями Дениса мы еще вернемся. В общем, здесь, на потугах, мне даже захотелось поголосить. С Евой тоже такого не было, потому что, возможно, были вертикальные роды, и я действительно там больше продыхивала все. Когда это более такое лежачее все-таки положение, нужно немножко подтуживаться, когда приходит схватка. Мне на выдохе очень хотелось звучать. Разрывов у меня не было. И за это, кстати, большое спасибо акушерке, потому что как раз, когда вот такое положение тела, то есть не вертикальные роды, когда она может поддержать промежность, важно ее очень важно слушать. В какой-то момент она скажет, все, здесь не тушься, здесь не выдыхай так активно, и дыхание переходит на такое собачье дыхание. То есть просто чтобы дышать, просто чтобы ты наполнялся кислородом, а не задерживал дыхание, хотя немножко хочется задержать и как будто вот уже додавить. Это то самое огненное кольцо. Дыхание такое поверхностное, такое просто чтобы дышать. Но в этот момент ты привыкаешь к ощущениям. Я прям помню, как врач смотрит мне в глаза, я смотрю на нее, и она говорит, все, смирись, прими, прими эти ощущения, надо сейчас привыкнуть к ним. Больнее уже не будет. Ну, дочка, давайте зафиксируемся. И все, моя золотая, все, 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 все. Все, 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 все. Все, все, все. Умничка, все прекрасно. Привыкни к этому, слушай, смирись с ним. И все, я поняла, что встреча вот прям вот вообще максимально, это минута, минута осталась до следующей потуги, чтобы вышли плечики, и малышку положили мне на живот. КРИКИ Думаю, Думничка. У нас еще одна девочка Мира пришла в мир Это какой-то, я не знаю Мне кажется, это ощущение За которым можно возвращаться В роды Пятый, шестой, седьмой раз Потому что это тот самый Наслаждение Подарок После вашей совместной работы У нас был потрясающий золотой час Даже полтора часа Мы просто лежали Просто все вместе находились Для меня это все как минута произошло Сразу отвечу на вопросы Про послед Про пересечение пуповины Мы, получается, дали ей максимально отпульсировать Получается третья фаза родов Они очень часто вообще забывают Ну типа малыш родился и все Но вообще-то есть еще третья часть родов И она не менее важна Это рождение последа Плаценты То есть малыш держится Пуповиной за послед За плаценту И когда малыш родился На следующей схватке Она обычно намного менее чувствительная Можно ее вообще даже не заметить Рождается плацента Если, кстати, это не происходит естественно То как-то там начинают это немножко стимулировать У меня, получается, минут через пять Родилась плацента И мы ее положили рядом с малышкой То есть мы ее сразу там не пересекали Ничего И мне очень хотелось на нее посмотреть Я, конечно, эти кадры не буду вставлять Потому что это уже реально не для слабонервных Но это очень красивый орган На самом деле напоминает дерево И это удивительно, что она же за него держалась Это тот орган, который ее питал все девять месяцев И наступил этот период кайфа Когда вы просто смотрите друг на друга Когда прикладывание груди происходит Первое Там еще не молоко, там молозиво Рядышком у меня стоял врач Я вообще не замечала никого Кстати, вот к слову сразу про видеографа Там было как-то неловко Или вообще как Я вообще никого не замечала То есть у меня просто был мой врач Акушерка Я знала, что Денис где-то рядом Я не замечала ни видеографа Ни анатолог, оказывается, был в Сироды С нами тут рядом И потом она следила именно за состоянием малыша То есть там вот оценку по Абгар Выставляет там, кстати, у нее девять Из десяти вроде В общем, все нормально Я так смешила, что ребенок только родился Ему уже какую-то оценку ставят Но там важно по физиологии оценить Там был ли первый крик Первое дыхание В общем, какие-то важные моменты Которые говорят о здоровье малыша У нас случилось первое прикладывание Она сразу так жадно хорошо взяла Никто не забирает Никто не забирает Малышка Подушка удобна? Подушку пониже, надо под плечики, Саша Чтобы вам удобнее Это хорошо, да? Когда уже все позади Справилось? Так, мы сейчас подлечку вам так подушечку положим Период счастья, окситоцина Так удобно, да? Саша, так удобнее? Да, да, спасибо Тебе хоть видно все? Так, посвятить Слушай, у меня цвет классный какой-нибудь Какой? Вот так, чтобы ручка нарезала Сейчас светлый будет? Ну пока, но они же меняются Я вообще голубые вижу Ну если что, кнопочку сбить, а так пока Бежите, отдай, спасибо большое Ну и хорошо Это плохо, что будет Ням-ням-ням Маленькая, малышка Маленькая Кто-то так смотрит Это ты? Это ты, моя мама? Ты лучшая мама на свете Кутно тебе Кутно Какая-то крошка Мы тебя голубим И будем любить это Изучает Смотри, прям глазками смотрит Так пристает Какая-то что происходит? Ты же слышала наши голоса Понимаешь, что родные Смеи Побрызгать не хотите? Тихо-тихо-тихо Торг Такая счастливая Какой она будет? У нее день рождения Сознание у меня А я в этот момент не буду страдать Чтобы подряд два дня рождения И не ее Ну нет, потому что у нее накануне было По сути В мае Если посчитать Что в четыре начались схватки утром Двенадцать часов Сначала схваток? Можно считать вообще? Ну да Они регулярно начались Ну так есть Ну как-то намного все легче в этот раз Ну да Тут раз-то вообще Ты очень, наверное, минут тридцать У тебя Тут потуги шли В этот раз-то за... О, но тут я огненно Как будто сильнее чувствовала За четыре-пять раз, да Денис подарил мне чудесный браслетик С двумя девочками Теперь у меня две девочки на руке С гравировками Ева и Мира Потом Уже вот после этого периода Ее забрали на взвешивание На измерение Малышка-крошка Наша котопочка 49 сантиметров 2,820 Это что за миниатюрное Прекрасное создание И еще за ручку ее можно потрогать За ручку И очень удобно у нас палаты как раз вот связаны были Родовая и послеродовая Там через небольшой такой коридорчик Малышка-крошка Малышка-крошка Это вообще это самые счастливые, наверное, моменты, когда ты еще в каком-то трансе до сих пор Я когда смотрела исходники от видеографа Что ко мне там акушерка подходила Предлагала сходить в душ Мне анатолог тоже приходил, рассказывал что-то И просто я там на все такая киваю, реагирую Я вообще не помню, что это происходило И вот потом мы сходили с акушеркой в душ Почему акушерка сопровождает первый поход в душ Или это делает медицинская иногда Потому что часто у женщин после родов Кружится голова, они прям падают в поморок в душе Потому что, конечно, такая была работа Но у меня все было хорошо Немножечко, когда я вставала То есть надо было переждать Типа ты вот из лежа положения в сидя Сел, адаптировался И потом встаешь, адаптировался И потом медленно идешь Время рождения, кстати, малышки 16-16 И вы представляете, что уже через 2 часа в 6 вечера Они встретились с Евой Это вообще... То есть, блин, так сейчас классно, что вообще все так легко Пускают детей Это сколько времени прошло? Почти 2 часа Время летит вообще невероятно Наша конфеточка Наша маленькая ягодка Очень-очень похожа на Еву при родах Точнее, при рождении У нас здесь уже был ужин Я до сих пор в какой-то прострации Мне кажется, мне не верится, что утром Утром я еще была беременна Точнее, даже днем я была беременна Да более того, мы ходили И когда мы спускались в лифт Мне казалось, что нас спокойно могут сейчас развернуть В роддоме Сказать Да, фигня, нет у вас никакого раскрытия Идите домой Но все так и произошло Довольно быстро Все вот эти моменты, все вот эти кадры Мы тоже, конечно, снимали И в целом очень много интересного происходило в роддоме Все вот эти первые дни и выписка Со всех этих дней выйдет отдельный влог Я думаю, в следующем как раз после этого видео Сейчас я поотвечаю на ваши вопросы И еще будет влог с Денисом Где он тоже ответит на несколько вопросов Добрый день, скажите, пожалуйста Вы рожали с анестезией или без? Рожала я без анестезии В самом начале мне поставили катетер Потому что это такие правила Так положено То есть вставляется такая специальная Микро-микро трубочка прямо в вену Происходит это для того, чтобы в родах Когда, ну, бывают случаи Когда нет времени что-то там настраивать И зафиксировать руку Сразу к нему можно было бы что-то подключить Если нужна какая-то помощь Кстати, этот катетер так бесил меня Он очень колол И у меня, кстати, до сих пор от него Посмотрите, какой синячина Вот сюда вот вышел Не знаю, так происходит всегда Или мне как-то его неудачно поставили Но очень было неприятно Так не тужиться на потугах Когда говорят, не тужься Не могла не делать этого Это вот как раз-таки, скорее всего, про тот момент Огненного кольца Когда действительно нужно послушать акушерку Но просто-напросто вам поможет дыхание в этот момент То есть просто такое Ты просто перестаешь туда Направлять свое дыхание В зону промежности В зону живота И тем самым пережидаешь это время Но обычно это немного Просто кажется, что оно длится долго Это время, которое надо не тужиться Кстати, очень рекомендуют И хорошо наверняка помогает Как профилактику разрывов Это мазать маслом Делать специальные массажи для промежности Начиная с 36 недели Я делала, но не регулярно У меня, получается, разрывов не было Не было нужды делать разрезы То есть эпидиотомию А, и кстати, я же вам не сказала Что у меня просто на одной из схваток Сам лопнул пузырь Околоплодные воды Начали подтекать То есть мне его даже не вскрывали Ну, короче, все прям как я хотела На самом деле то, на что настраивалась Хотя готовая была к любому исходу Давайте честно Роды, как я уже говорила не раз Не на 100% зависит вообще от нас От нашей подготовки Даже если ты супер подготовлен Супер там все гипнороды эти прошел Настроился Есть факторы, которые могут повлиять на исход И закончится, может, все не так, как ты хотел Это тоже нужно принимать Это тоже нужно понимать заранее И понятно, что самое важное по итогу Чтобы просто ребеночек был здоров Чтобы мама была здорова Чтобы все было хорошо Роды, любые роды Это роды Ты в любом случае мама Ты в любом случае самая лучшая мама для своего ребенка Как бы ты ни родила Нельзя отнять этот факт, что это мать родила ребенка Даже если было кесарево сечение Я была готова ко всему Но настраивалась на вот тот исход Который как раз у нас произошел Чтобы и не вскрывали околоплодный пузырь Чтобы не было лишнего окситоцина Мне, кстати, даже окситоцин не ставили после То есть это вообще частая практика Самая распространенная практика Что бы то ни было Поставить окситоцин после родов Это как бы стимулирует матку сокращаться Ну и как бы после родов считается уже ладно Какая разница На малыша-то точно влияния никакого нет Но есть небольшой риск того, что в следующие роды Если вы хотите там третий, четвертый, пятый роды Твой организм, свой собственный окситоцин Будет хуже вырабатывать в таком случае Понимая, что его ждет стимуляция Что ему помогут, так скажем И в связи с этим я просто отказалась от этого окситоцина Говорю, зачем? У меня есть свой окситоцин Собственно, все хорошо У нас на третий день было УЗИ УЗИ матки делается Внутренних органов И буквально вчера я была, кстати, у остеопата Он все посмотрел Сказал, нет ни опущения органов Нет ни диастаза Все потрясающе восстановилось уже Но еще, конечно, впереди прекрасные 30 дней После родового периода Всего их 40 Кстати, в моих соцсетях Вы можете меня наблюдать почаще Я прям поделилась, как подвязываться бингунгом Показала конкретно видео Показала, что я вообще ношу Что я делаю для этого периода Так вам пришла идея доченьку назвать Мира Очень интересный вопрос Не особо про роды Но, мне кажется, очень в тему в этом видео ответить на него У нас полное имя Мира Не Мирослава Вы будете, наверное, смеяться Но мне очень нравится мультик про Миру и Гошу Шикарный мультик Как для взрослых, так и для детей Потому что он настолько терапевтичный Его создавали психологи И это тот мультик, который я могу Еве Просто спокойной душой ставить Понимать, что она скорее больше пользы Получит от этих шести минут серии Чем даже от беседы со мной Иногда Потому что там таким простым языком Рассказываются очень важные вещи Я имя Мира Именно в полном формате В полном варианте Услышала именно вот из этого мультика Но я, кстати, не уверена Может быть, она Мирослава Но ее никогда так не называли Девочка просто Мира Еще, конечно, символично Что это слово несет за собой мир То, чего так хочется сейчас То, что хочется, чтобы было В каждой семье И в каждом государстве И во всем мире Мир во всем мире Что делала Доула, что Денис Кстати, Доула моя В прекрасном положении сейчас Она ожидает пятого ребеночка Поэтому она не смогла Сопровождать роды Но я, если честно, рада Таким событиям Рада всему, что произошло Потому что мне, по сути Действительно, никто не нужен был Кроме Дениса И когда она мне об этом написала Так интересно совпало Что когда я рожала Еву Ее малышке четвертой Было всего три месяца И она тоже не сопровождала роды Я говорю, так интересно совпадает Что мы готовимся Мы берем у нее консультации Я периодически с ней поддерживаю связь Но именно в родах Она не может Я говорю, так может быть Это так и должно быть Чтобы мы с Денисом вдвоем Просто прошли этот путь Мне не хотелось никого на замену брать Я подумала, что значит мы справимся И мы действительно, конечно же, справились Мне наоборот никого не надо было еще Если разница между первыми родами и вторыми Безусловно, есть разница Счет, кстати, скорости Я бы не сказала, что здесь намного все быстрее Именно в плане от начала до конца Потому что начались у меня схватки В 4 утра регулярные И родила я в 4 дня Ну, 4-16, да То есть получается 12 часов С Евой у меня роды делились 17 часов То есть в целом, да, быстрее Но не настолько, что типа родила за 2 часа Хотя, вот если честно Так как я думала, что все это тренировочная часть И что вот это все, что дома проживает Это какая-то фигня Я не была истощена за это время То есть, по сути, для меня активная часть родов Это реально 2 часа Вот с 2, как мы поступили в роддом Конечно, роды другие Роды более погруженные в себя Я уже более опытная Мне было намного спокойнее с этими врачами Именно в этом роддоме То есть это были разные роддома Где я рожала с Евой Хотя оба частные Но вот этого роддома нашего В котором сейчас я рожала Его еще не было Его еще не построили Когда я рожала Еву То есть изначально врач и акушерка Мне очень близки были по духу Я с ними была на одной волне То есть задавая им вопросы заранее Я будто понимала, что они меня слышат Что меня не высмеивают сейчас За то, что я там что-то хочу сама Или там, ну давай-то не выпендривайся Потому что в роддоме с Евой Немножко я такое ощущала Немножко натиск от анестезиолога, например Что обязательно мы там встретимся Если что, с анестезиологом в этом роддоме У нас тоже была беседа И он мне сказал потрясающие слова Он говорит, я вам желаю, чтобы мы не увиделись Говорит, вы потрясающе справитесь сами Я верю, он говорит, я как анестезиолог Считаю, что лучшие помогаторы в родах Это дыхание и смена позы Если будет нужна моя помощь, окей Я помогу, я сделаю свою работу Но лучше, чтобы мы не увиделись Это офигенный подход Я считаю, когда вот сейчас все больше и больше В эту сторону вот так врачи смотрят Что рода это действительно процесс Где женщине нужно только помочь А не сделать для нее всю работу Но опять же, если у женщины такой настрой Есть женщины, которые приезжают Такие, родите меня Я вообще ничего не знаю Поэтому изначально в стрессе, в адреналине Атмосфера палаты вообще другая была То есть здесь можно было заглушить Полностью делать блэкаут Поставить свои свечи У нас было темно У нас было тихо, темно, тепло Понимаете? Ну, атмосфера вау Разница, я вам скажу, что еще огненное кольцо Я чувствовала сильнее в этот раз Не знаю, с чем это было связано С позой или просто вот такая индивидуальная какая-то особенность На раскрытии вы что-то капали на руку и дышали Что это было? Это как раз эфирное масло Как оно помогает? Оно помогает смещением фокуса Это и есть вот эти вот уловки мозга Как дыхание, да Как эфирные масла и ароматерапия Ты просто вдыхаешь И ты концентрируешься на этом То же самое с гипнозом Ты слушаешь И ты внимание свое фокусируешь Именно на словах На смысле этих слов Ты представляешь свою шейку матки Как цветок, который распускается Что ты такой принимающий Что у тебя такое расслабленное тело Что схватки, они действительно как волны И эта волна обязательно закончится Какие использовала способы абсбола во время потуг? Там уже ничего не помогает Ну то есть Денис там уже не помогал Потому что я уже перевернулась той позой Где меня нельзя вот так сжимать То есть я уже была поясницей на кушетке И там по сути ты просто дышишь И самое главное восстанавливаешь Дыхание и сознание И вообще состояние между схватками Потому что там есть отдых И классный настрой на то Что этот отдых продолжительный Ну что ты не сейчас быстро такой отдохнешь А как будто чтобы он дольше длился Прямо представлять, что Ой, как много у меня времени расслабиться Как много у меня времени настроиться с дыханием То есть не застревать там Только что было еще тебе Капец как по ощущениям Но ты там не концентрируешься Потому что тебе дано время Чтобы отдохнуть Как так быстро восстанавливаетесь Живот почти ушел Посмотрите мое видео про восстановление После родов У меня действительно ничего не поменялось Это Бенкунг Это правило трех Л Любить, лежать, лениться Первые сорок дней А не скакать по дому И не прибираться Там нагибаться постоянно Сотрясать свои органы Которые сейчас в непонятном состоянии Просто в какой-то прострации Там находятся Куда повезло Туда они ушли Больно ли матка сокращалась после родов Хороший вопрос Потому что об этом мало кто говорит После родов Матка должна вернуться В свое добеременное состояние Она, если что, у нас Увеличивается до размера малыша Это для меня шок до сих пор Как это делать То есть матка, она размером с кулачок Просто оп Она поместила в себе малыша И потом она должна снова сократиться До размера кулачка Это происходит как раз таки эффективно при кормлении И это может быть больно Кто-то даже испытывает ощущение Наподобие схваток То есть прям такие Которые надо продышать У меня были немножко подтягивающие ощущения Когда я кормила миру первые три дня И все, потом они прошли Ну и, наверное, последний вопрос Потому что я так все-все-все полистала В целом на все я ответила сама Как настроиться, что роды это не боль В первую очередь Я вам настоятельно рекомендую посмотреть мое видео Про подготовку к родам Я там говорила про важность психологической составляющей Потому что это реально 90% То, как ты представляешь себе То, как ты работаешь со своими страхами Потому что это все убеждения Просто примите, что ваши же убеждения Их можно перепрограммировать в свою пользу И все И будете относиться к родам Как к празднику Как к потрясающему процессу Как к дню Встрете с вашим ребенком Это же удивительно Ну, а я пошла к Денису Заваливать его вопросами Первое, что интересует Собрало 400 лайков этот вопрос Что там такое? Не теряется ли интерес к женщине После пережитого опыта? Я не знаю, ты что, реально все переживают из-за этого? Мне кажется, да Смотри, какой вопрос А мне, кстати, когда Разговаривал с одним Бывшим товарищем После этого вопроса он стал бывшим Когда еще у нас уже был опыт партнерских родов Я говорю Ты как присутствовал, не присутствовал? Он говорит, да нет Я думаю, что вдруг это Что-то потом будет Разонравиться Вот, а я даже не понял Как так Поэтому я даже не понимаю переживания Если вы думаете, что там Мужчина видит В промежности все Как происходит Ну, не видит Там находишься где-то сбоку Сзади Но я когда, кстати, проходил Мимо Акушера Там, врача Но я специально не смотрел просто Вот Это обычный биологический процесс Что-то такого-то Это, наоборот, круто Что-то там находишься Слышишь, чувствуешь Помогаешь Сопричастен В общем, когда я видел Что к тебе подходят врачи Акушеры Что-то помогают Пытаются помочь А ты их отгоняешь И говоришь, что я лучше помогаю Понятно, что я там должен быть Ну, и мне самому хотелось Я там не из-за того, что какой-то долг Я бы сам напросился Если ты не позвала У меня, кстати, был там вопрос Типа, Сашу уговаривала Не, теперь вижу Ты держишь туда Счастье, кормишь Я там был и помогал Я, кстати, самый первый Кто услышал крик Еще за минуту-две До финальных родов Когда, как это называется Головка вышла Головка там вышла И она уже такая Мяу При том, что я этого не видел Ну, может, боковым зрением даже Ну, я сконцентрирован был на тебе Тебе помогал Что-то шептал Поэтому я и третий Четвертый раз приду И пятый И двадцать пятый Заметил ли ты какие-то отличия В первых и во вторых родах Именно как партнер Всегда же первый раз Он такой более Наверное, тревожный Незнакомый Мы там ходили На теорию что-то изучали И ты еще не знаешь Как на практике работает Вот это уже все Техника Сжал, нажал Во второй раз Во второй раз Всегда все проще Любое занятие Быстрее Уже знаешь Уже больше уверенности Знаешь какой Второй по популярности вопрос Такой, знаешь, он немножко провокационный Если отец не пойдет на роды Что он потеряет? Что он потеряет? Ну он просто будет Как люди обычно Потом о чем-то сожалеют Если у него когда-то Мировоззрение изменится Он такой Вот там У меня друг появился Который был на родах Почему же я не был? Что тебе вообще дало вот это? Ну то есть представь Что другая ситуация Ты не был на родах А ты только меня уже увидел С мирочкой в руках Вот представь, да? И ты бы всего этого процесса Ну не заметил Не знал Что даже так было Ну теоретически, наверное, будет Немножко меньше связи Но я не думаю Что это долгосрочно Как-то меньше какой-то любви Или чего-то Ну да, это просто Поэтому не стоит переживать Если кто-то там Не смог присутствовать Или когда-то не хотел А сейчас захотел бы Возможно Каких-то больше у нас Связей там еще сформировалось Крепче что-то стало И мне кажется С ней тоже С малышкой Наверное Это бой больше восхищаюсь Такой пупсик Когда я видел все, слышал Как мужчине сохранять спокойствие Зная, что он никак не может Повлиять на процесс И жалко ли ему жену В этот момент Нет, что там Жалость это вообще Какое-то противное чувство Да, согласна То есть оно никак не поддерживает Оно хуже делает У тебя появится Какая-то неуверенность Да, да, да Начнешь переживать А что меня жалеют Начнешь тебя жалеть Вот опять же Когда я первый раз Я уж не сильно помню Наверное, где-то думаешь Когда же это, да? Как это все происходит Что такое потуги Еще не знаешь Пока они начнутся А второй раз уже все Как по накатанной колее Я скажу от себя Дополню, что Здесь очень Важно наоборот Вот это же Важна вера в женщину И я ее чувствовала Ну то есть ты постоянно говорил Скоро встретимся с малышкой Ты молодец У тебя хорошо получается Я не особо это помнила И замечала в тот момент Даже, может быть Но на подсознании Точно откладывалась То есть я прям Не сказать, что Тебя слышала Всеми ушами Но это точно помогала Вот эта вера Что у тебя все получается А не то, что А у тебя что-то не так может Что тебе показалось Самым сложным морально Физически во время родов Ну физическим Когда тебя сжимал силы Это все равно Постоянно как-то это Напряжение Отжимаешь Отжимался Через 2 минуты Снова отжиматься Сначала через 10 минут Цикл И вообще вот как бы Какая сила примерно Чтобы понять Ну просто так вот руки Со всей силы сжимаете И вот так бывает У тебя минута идет Но я циклами делал Где-то Сжимаю секунд На 5 Со всей силы Практически Хоп Такой расслабился Тоже руки быстро Наверное Восстановились Снова сжимаешь Новый способ придумывал Ты когда На полу устала Прожевать Прожевать Правильно Прожевать схватки Находиться Там проще стало Кстати вот На полу прикольнее И тебе было удобнее И мне удобно то Что я стал часть давления Не руками делать А вот весом Прям весом Встаю на тебя И получается Это уже давление идет И я стал меньше Тратить сил в мышцах Конкретно рук Да Ну вот это единственное Физические Вот эти сложности Ну они такие условные Морально не было никаких сложностей Какие могут быть сложности Если там свечки стояли Везде Все было прекрасно Врачи классные были Свечки, черешня Смотрите у меня какая закладка С единорожкой Ну пусть нам подчилимся Вот это все А с другой стороны С другой стороны Единорог знает в этом толк Отец дочек Называется У меня везде Вся книжка Терет такие закладки Какие первые мысли И чувства Были внутри Как только родилась мир И ее положили на живот Что ты испытал Дорогой мой Ну просто какая-то радость Ну я это Сознательно не помню Что конкретно Вот на видео Наверное Я пересмотрю Ну да Ты там сплакнул Пупсик Ну было Мне кажется было Еще слезка шла Во время К этому Как мило кричала Наверное Как-то это Сопереживание Такое Тоже получается Проживал Ты кстати да Там и дышал Как я прям Знаешь Типа схватка шла И ты такой Выдыхал прям А когда надо было Пособачить Такой Мило Очень мило Трогательно Восхитительно Такая штучка Ложит с тебя На животик Помню Твое лицо Как-то маковка Или что ты сказала И сказала Ты моя хорошая И я тебя люблю И сказала А ты кстати Потом сама вспоминала Вроде бы маковка Я говорю вроде не маковка Да-да-да Все-таки ты моя хорошая Да А не маковка Я думаю При чем тут семена Какие-то Ну я люблю говорить Маковка Потому что они Маленькие детки Маковка Печенька Булочка Дайте мне Дайте мне Раз я отвечал Иди сюда Моя хорошая Это непривычная Вот так вот Думал Сразу хотелось Целовать Все хорошо? Сытый пирожок Ну как можно было Не захотеть Присутствовать на родах Значит это пропаганда Он такой пухленький Основит Да Но щенок дает Уже хорошо Щечки Отмутри Получается Когда мужчина Присутствует на родах То он видит Ребенка На секунду быстрее Чего мама Ну потому что Ты такая еще лежишь А я вижу Прям вот они В руки взяли И тебе дают А еще я слышал Первый Ты первый слышал Первый видел Все На этом можно Закончить видео С милашки Пока Пока Получается С милашки Продолжение следует...